В сирень, лилии, маки и полевые цветы. На выставке буйство красок и цвета. Художник из столицы Людмила Загмонтович презентовала свою выставку в Сычково. С собой она привезла более 20 работ, которые написала маслом. Картины окунают зрителя в яркий живописный мир мастера. Вижу свой мир через природу. Художник не только должен, допустим, что-то рисовать, а он через свою призму художественную передаёт всё то, что видит. По образованию Людмила Николаевна экономист, но всегда ощущала в себе творческую жилку. С искусством не расстаётся уже много лет, но активно занялась живописью относительно недавно. Окончила художественную школу и постоянно совершенствует навыки. Я с детства занималась живописью. И потом, в последнее время, как-то стала очень так серьёзно заниматься живописью. Для живописи я выбирала тему такой пейзажи и цветы. Кроме натюрмортов с цветами, на выставке представлены сельские пейзажи. Автор изобразила природу в разные поры года. Экспозицию, кстати, оценили и представители районной власти. Художница рассказала о своём творчестве и поблагодарила гостей за возможность презентовать свои картины местному жителю. До нас, как мне известно, она выставлялась неоднократно в Минске, в Молодечне. Поэтому, я думаю, для нас это такое знаковое событие, именно выставка Людмилы Николаевны. Ну и, тем не менее, ещё следует отметить то, что именно её работы во многом связаны с годом Малой Родины. С эксклюзивными полотнами Людмилы Загмантович можно познакомиться до 16 сентября. К слову, её картины хранятся в частных коллекциях России, Беларуси, Китая и других стран, а также в государственных музеях. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.